Rainbow English, учебник 4 класс, вторая часть. Упражнение 7, это у нас юнит 6, степ 2. Прочитайте текст и скажите, какие рисунки иллюстрируют каждую из его частей. То есть, как мы видим, у нас 5 частей, 5 рисунков. Сейчас будем подбирать. То есть, читаем, переводим. Last weekend Ron was very happy. На прошлый выходной Рон был очень счастлив. Он был в кафе со своей девушкой. Кофе и пирожные были хорошими и куриный салат был вкусным. Они были в кафе весь вечер. Что соответствует этому описанию, конечно, номер 3. Поэтому ставим номер 3. Дальше. On Monday Ron was in the food shop. В понедельник Рон был в продуктовом магазине. It was late at night and there was no bread and no milk in the shop. Было поздно, ну, уже был поздний вечер. И в магазине не было хлеба и молока. There were only some vegetables. Там были только несколько овощей. Ron was not happy at all. Рон совсем не был счастлив. Это идет у нас в описании, конечно, картинки номер 5. Вчера утром Рон был дома. He was sick. Он был болен. It was a bad day for Ron. Это был плохой день для Рона. He was in bed all morning and all afternoon. Он был в кровати все утро и весь день. In the evening Ron was better and a little happier. Вечером Рону было лучше и он был немного счастливее. Это картинка номер 2. Два дня назад Рон и Мэгги, его девушка, были в кинотеатре. The film was very interesting. Фильм был очень интересным. There were a lot of good actors in the film. В фильме было много хороших актеров. The music in the film was wonderful, too. Музыка в фильме была чудесной тоже. Это номер 4. Last Friday Ron was in the park. В прошлую пятницу Рон был в парке. The day was hot and there were no clouds in the sky. День был жарким и на небе не было облаков. There were a lot of flowers in the flower beds and a lot of birds in the green trees. На клумбах было много цветов и на зеленых деревьях было много птиц. Почему переводим с конца? Потому что конструкция идет there were. Может, вы помните there is a run? Такую до этого учили. Вот то же самое касается there was и there were. Если вы видите такие фразы, переводим от обстоятельства места. Вот первое обстоятельство места. На клумбах, а потом уже серединку переводим. А вот второе. Я на зеленых деревьях, а вот уже наши птицы. It was a wonderful spring day. Это был чудесный или замечательный весенний день. То есть, где мы видим, что он гуляет, это картинка номер 1. И вот так вот, как мы видим, что он гуляет.